Всем привет, это канал JPEG, меня зовут Валерия Моденко и я стану вашим гидом в мир Китая. Сегодня мне бы хотелось ответить на вопрос, который чаще всего задают в инстаграме. Если вы еще не подписаны, эта картиночка для вас. Там много полезностей, общения, социалочки, в общем, все для людей. А вопрос заключается в том, как найти работу в Китае. Я расскажу о трех самых лучших способах лично для меня. И объясню, почему не стоит вестись на программы в интернете. Итак, способ номер один, это сайт thebeijiner.com и ему подобные. Во вкладке Classified есть море предложений по всему Китаю. А тем, кто остановил свой выбор на столице, посоветую следующее. Если работодатель не предоставляет жилье или рабочую визу, а чаще всего в столице так и бывает, то никогда не соглашайтесь на маленькую зарплату. Если у вас плохое произношение, нет опыта работы или наглости, то торговаться будет сложно. Однако, минимальная сумма, необходимая для выживания в Пекине, и это без накопления средств, 10-12 тысяч юаней. Способ номер два, это попросить своих знакомых дать контакты проверенных китайских менеджеров школ, если вы едете как учитель, и клубов, если как танцор. Главная сложность этого способа заключается в том, что не каждый захочет делиться с вами своим рабочим пространством, и друг может оказаться вдруг. Я таких называю хитрожопой национальностью. Конечно, никто вам ничем не обязан, но зато вы сможете сделать свои выводы. И способ номер три, и он самый лучший, это вычет группы. Я уже рассказывала, что это за приложение, подсказочка будет сверху и в описании. Вы сможете спросить, а как попасть в группы? Здесь советую включить воображение и логику. Если у вас нет никаких контактов в WeChat, значит нужно найти тех, кто там живет, и попросить их добавить вас хоть куда-нибудь. Например, вы можете зайти в паблики по Китаю ВКонтакте, в Фейсбуке, и посмотреть, кто состоит в этих группах. Далее, написать им сообщение с просьбой, только не обращайтесь к агентам и тем, кто на этом зарабатывает. Понятное дело, что никто из них вам за спасибо не поможет. Теперь, как не надо искать работу? Первое. Обращаться к агентам, которые предлагают зарплату ниже 10 тысяч юаней. Когда я искала работу, то ВКонтакте были группы, где девушка отправляла граждан СНГ на работу. И все бы ничего, если бы оклад не был таким маленьким. За месяц работы и 40-часовую неделю вы получали 6 тысяч юаней. Это около 1000 долларов, и я прекрасно понимаю, что для многих это уже хороший заработок, но все забывают о том, что в среднем цены в Китае выше, чем по нашим странам. И вы тратите вообще-то деньги там тоже. И в чем фишка? Агент заключает договор со школами, которые готовы платить от 10 тысяч юаней. С этих денег он берет какую-то часть себе. И я считаю, что это вполне нормально, ведь человек отнимает процент в первые месяцы работы, пока у вас испытательный срок. Он ведь тоже проделал работу, и это должно вознаграждаться. Но та контора, о которой говорю я, забирала практически половину в течение всего года. То есть весь год 6 тысяч зарплата. И кроме того, они еще якобы брали деньги за программу, хотя по сути просто смотрели те же объявления в Ичет. Это уже жадность. И мне было очень жаль тех ребят, которые загибались на подработках из-за вот такого лохотрона. Второе. У меня есть очень храбрый знакомый, который поехал в Китай по туристической визе и за месяц нашел работу на месте. Но все же я не рекомендую этот способ, потому что Китай это не Европа. О культурном шоке у меня есть видео на канале, а также я написала множество статей на сайте gpeg.com. Если вы хотите понять, куда вы собрались, обязательно ознакомьтесь с материалом. Мало того, что вам будет очень сложно решить какой-то вопрос в силу cultural gap, так он еще и влетит в копеечку, ведь нужно будет где-то жить, чем-то питаться, а до поездки вам нужно будет подготовить все документы для рабочей визы, потому что по туристической трудиться запрещено. Как ее получить и через что нужно пройти, смотрите в следующих видео, они выходят по средам, а пока что ставьте ваши лайки за эту полезную информацию, подписывайтесь на канал и помните, что каждый человек гений.